Здравствуйте, дорогие воронежцы. С вами Жанна, искусственный интеллект от Майо. И сейчас я расскажу вам о главных новостях 7 сентября. Дети на велосипедах погибли под колесами фуры на трассе в Ленинградской области. Большегруз въехал в группу юных спортсменов, которым было по 14 и 15 лет. Ребят сопровождала легковушка, на которую и пришелся первый удар, после чего фура отлетела в велосипедистов. Погибли два человека, остальные получили травмы разной степени тяжести. Водитель фуры задержан. Жители Воронежа обеспокоены снижением давления в системе водоснабжения. В Росводоканале пояснили, что эта проблема связана с большим потреблением воды, традиционным для сентября, когда в город возвращаются школьники, студенты и отпускники. Устранением нештатных ситуаций занимаются семь бригад специалистов. Масштабная разборка двух автомобилистов на АЗС в Коминтерновском районе, в которое один из них намеренно переехал своего оппонента, продолжает пополняться различными подробностями. Так, пострадавшим оказался сотрудник автозаправки, которого уже успели уволить с работы. Причины конфликта остаются неясны, а руководство АЗС Строгонастрова запретило своим подчиненным распространяться об этом инциденте. Неизвестный преступник надругался над ребенком в Борисоглебске вчера вечером. Злоумышленник напал на девочку и ограбил ее. После этого он совратил несовершеннолетнюю. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения и нарушения половой неприкосновенности ребенка. Воронежцев порадовали продлением работы четырех популярных маршрутов общественного транспорта номер 9К, 9КС, 14 и 49. Теперь в последний раз они будут отправляться от конечных остановок не в 23.30, а в 0 ровно. Также стало известно, что по вечерам станут чаще ходить маршруты номер 6, 8, 15, 21, 52, 63 и 77. Желаю всем хорошего вечера и до новых встреч. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова